Друзья, привет! Вы на Ньюсейдер. И у нас сегодня снова рубрика Дальневосточный фронт. Я Александр Кушнарь. Рад приветствовать в нашей виртуальной студии Найка Недворского из глубокого тыла противника из Дальнего Востока. Найка, приветствую! День добрый! Ну что ж, сегодня интереснейшая беседа с хабаровским аналитиком, юристом, экономистом Станиславом Зимином. Он расскажет о том, как вербует Федеральная служба безопасности. Найк, несколько слов перед вот этой вот беседой. Насколько опасна вот эта вербовка ФСБ, как в нее не попасться? Действительно ли ФСБ, которое вербует, действует искусно и профессионально? Как они пытаются, наверное, всех нас убедить в этом? Ну или же, может быть, наоборот, у них все выходит настолько топорно, что соответствующего ФСБшника, который прикрывается там какими-то декорациями, маскируется, его за версту видно. Вот как вы считаете? Ну, в данном случае нам, по сути, первоисточник рассказывает о том, как пытались зарубевать его. Это было крайне топорно и в лоб. И, конечно же, вы услышите какие-то, могут быть, полезные советы, как вам действовать в данном случае, но я думаю, что для наших зарубежных слушателей ценность основного вот этого интервью будет даже не в этой информации, потому что, ну, за границей, как бы, вам вряд ли такое грозит, что вам это подойдут и будут прямо в лоб хорбовать. А тут ценность этого интервью еще и немножко в другом заключается. Не знаю, как у вас, но вот у нас в Хабаровске каждый раз, когда накануне, так вот, где-то маячут очередные выборы, возникает спор двух партий. То есть, одна партия говорит, что вот нужно, там, прийти и проголосовать, там, хоть за кого-то в знак протеста, как там, за любого, который не такой, да, такой мем вспоминается, мой не такой, да, кто в курсе, поставьте лайк. А вторая партия говорит, что, как бы, нет, выборы это позорные мероприятия, участвовать в них не надо, как бы, это недопустимо. И вот как раз, собственно говоря, тот предмет, на который пытались завербовать сегодняшнего нашего, вот этого участника передачи, он, я думаю, и дает ответ в пользу вот одной из этих партий. Ну, давайте тогда и послушаем Станислава Зимина. Добрый день. Добрый, если он добрый. Ну да, учитывая то, что мы находимся в России. У вас есть интересная история о том, как вас пытались завербовать спецслужбы российские. Я так понимаю. Ну, неоднократно, то есть, подходы к любому человеку, который занимает активную позицию и который имеет влияние на общественное мнение, естественно, со всеми проводят беседы разъяснительные, естественно, да, предлагают разные варианты развития событий. И, естественно, это не минует никого, то есть, здесь ничего уникального нет. А можете вот рассказать о последнем случае для начала, когда это происходило с вами? Ну, в частности, подходит к вам человек, да, по гражданской форме, то есть, показывает удостоверение, я бы хотел с вами поговорить, ничего такого, никаких протоколов. Это вот то, что с вами было? Да. А какое удостоверение было там, какая должность была? В должности майора. А какая служба? Управление нашей, УФСБ по Хабарскому краю. Ну, я говорю, конечно, пожалуйста, то есть, готов к диалогу. Никогда не надо отказываться там, бежать там или какие-то там высказывать. Да? Вы выслушайте, что вам предлагают. Предложение было интересное. Вам предлагают поменять свою точку зрения, либо, если ее не менять, по крайней мере, на какое-то время ее не озвучивать, либо просто вам говорят, вот в этот промежуток времени, в этот промежуток времени, вас, ну, как бы не должно быть. Вот. И за это вам предлагают определенные, как это называется сейчас, нынешние бонусы, да? А бонусы в чем заключаются? Если вы пытаетесь на работе достигнуть какого-то карьерного роста, то вам предлагают карьерный рост, да? Если в политике, как мне, мне предложили, говорит, ну, вы же хотели, то есть, как бы, попасть в государство, в городскую думу, да? Ну, мы обеспечим, что вас не снимут с выборов, все будет хорошо. А какую конкретную точку зрения вы должны были изменить или придержать? Ну, в данном случае речь шла о бойкотировании выборов президента Российской Федерации. То есть, я один из тех, в кавычках, лидеров общественного мнения, да, который придерживался тенденции, что эти именно президентские конкретные выборы, которые произошли в этом году, являются нелегитимными, с моей точки зрения. И легитимизация самого вот этого гражданина, который работает президентом, то есть, как бы, невозможна. Я призывал людей, чтобы они критически отнеслись к этим выборам и по возможности не принимали участия в этом цирке. Но был предложен другой вариант, что взять и обеспечить явку, прийти со своими сторонниками, с теми людьми, с которыми, которые есть за мной, да, то есть, как бы, прийти и поддержать. То есть, вам предложили призвать идти на выборы и голосовать не обязательно за Путина, даже за кого-нибудь другого, но лишь бы просто прийти, я правильно понимаю? Да, да. И что по итогу вы ответили, к чему этот разговор привел? Я отказался, к их несчастью, или к счастью, ну, я сказал, что вы со мной и так сделали все, что можно, вы меня внесли во все черные списки. Я не рукопожатный и не устраиваемый на работу в любые органы государственной власти, от муниципальной до федеральной. У меня арестованы все счета, у меня уничтожена полностью вся моя жизнь, как общественного деятеля, как предпринимателя, у меня есть свой бизнес, как наемного работника. Ну, что еще можно сделать, да? Обещание устроиться, ну, в смысле, пройти на выборы в городскую думу, ну, это, конечно, классно, мы просто знаем, что городская дума, это бесплатная, да, то есть, как бы, места, то есть, ну, пройти в городскую думу, хорошо. Хорошо. Это обещание, причем, сводилось к тому, что не то, что я выиграю эти выборы, а то, что меня допустят к этим выборам, да? А я не первый созыв баллотируюсь. Я знаю, как проходят, проходили, когда я с ядросами воевал, да, вот, когда здесь вот наш директор этой пятой гимназии, то есть, как бы, там, на моем округе заходил. Потом, как, этот, Малико или Малеко, то есть, как бы, с ЛДПР, да, то есть, как бы, полностью, то есть, я бы, я занял второе место после него, тоже меня прокатили. И даже если, даже если согласиться было бы, чтобы меня продвинули, я бы вышел бы на выборы, но гарантии победы там не было. Ну, можно предположить, что потом бы могло последовать еще одно предложение, что вот вы, допустим, не просто призовете на выборы, а сделаете еще вот так, как нам надо, и тогда мы поговорим лучше о гарантиях того, что вы будете избраны, как вы считаете. То есть, такой поворот сюжета был возможен? Нет, я считаю, что есть такая старая римская пословица, рим предателям не платит. То есть, единожды, если вы поведетесь на данные провокации, придадите свои убеждения или идеи, вы поймите, те люди тоже не дураки. Они понимают, что если вы единожды сами отказались, да, ну, за шанишки или по-другому, то есть, как бы, от своей идеи, вам доверия не будет. Зачем уже проигравшему, да, мертвому противнику оказывать какие-то почести? В обмен на какие-то услуги, например, то есть, на то, что вы являясь лидером мнения среди, ну, какой-то части хабаровчан, можете добиться от них того поведения, которое хотела бы видеть власть, например, ради этого. Вы поймите одну вещь, что все тайное становится явным, так или иначе, да? Так же, как и с провокатором Малиновским, да, помним, да, знаменитого думского лидера при большевиках, при царской России, да? Ну, это же стало очевидным, да? Да, вы можете исполнять некоторую услугу для этих заказчиков. Но это будет очень недолгое, непродолжительное время. Тем более, в то время это были только газеты, слухи и так далее. Сейчас интернет, прослушка, то есть, ну, электронные средства, которые позволят выявить вас, предателя, намного раньше. Ну, я так понимаю, что силовые структуры с вами пытались так не единожды договориться. И у вас уже есть какое-то понимание о некоторых принципах их работы. То есть, можете это прокомментировать? Да, ну, дело в том, что я не только сталкивался с тем, что мне предлагали, даже первая моя посадка была по административному делу, да, когда я пытался провести, организовать проведение русского марша, да, за что меня в первый раз в ноябре, какого, 21-го года, да, по-моему, посадили. У меня тоже пришел полковник ФСБ, потом мне в спецприемник пришел цельный начальник отдела Э, вели со мной разъяснительные беседы, что они рассказывали, что они всех патриотов, националистов, всех уже давно победили здесь, то есть, как бы, и откуда здесь вот это вот патриотическое движение. Потому что патриотизм у нас должен быть только провластный. Другого патриотизма у нас не должно быть. Ну, в свое время у меня был опыт на службе военной, когда нас приходили всех, кто там занимал определенные должности, да, вербовать сотрудники контрразведки военной. Это какие года примерно были? Это 99-й военной контрразведки. И нам проводили там учебу, там, слава богу, что у меня командир генерал Леонид Алексеевич Андрухов, генерал-майор, был человек грамотный, он меня проинструктировал, как с ними вести, с этими хорошими людьми, то есть, как бы, и я уже был подготовлен. И там нам доводили, что существует несколько способов вербовки. То есть, как бы, есть люди, которые идут по идейным соображениям. Это редко, но это самые отмороженные люди. То есть, как бы, они ни за деньги, ни за что, то есть, как бы, вот они будут делать это по зову своей души. Пока сами не разочаруются и не застрелятся. Ну, они с такими, причем, есть там такие примеры, что они идейно сначала доносили на своих противников в одно время, когда власть поменялась, то есть, как бы, они доносили на тех, на кого они работали, по идейным же соображениям, на другой власти. То есть, их основная идея – это доносить? Доносительство как идея. А приданность любой власти? Это называющий, так называемый, плавающий электорат. То есть, они служат тем, кто находится в власти. Для них слово «власть» является сокроведной, и они служат ей. Неважно, коричневая, красная, голубая, какая угодно, то есть, как бы, но она власть. Все. Точка. Понял. И что было дальше в вашем случае? Вот. Дальше, то есть, как бы, объясняли. То есть, как бы, есть люди, которые сотрудничают, как вам сказать, называется у них это «на крючке». То есть, это люди, у которых есть какие-то грехи, какие-то большие или маленькие, неважно. Либо которые не хотят опубличивать, либо из-за которых они не хотят садиться в тюрьму. Им эти дела скрывают, приостанавливают и говорят, что для того, чтобы это не вышло в публичное поле, и либо вы не уехали в места заключения, вы отрабатываете. Это люди, которые по принуждению, на крючке, так называемой. И третья категория – это люди, которых, кое-как большинство, это люди за деньги. То есть, они, ну, деньги – это, это в кавычках, то есть, ну, за определенные блага, за продвижение по службе, карьерный рост, либо, ну, действительно, реальные материальные ценности. – За материальные блага? – Да. – И как это происходило у вас? – И не материально. – И как это происходило вот в армии, когда на тот момент, когда выслушали, что там было, да? – Ну, мне мой генерал сказал совершенно справедливо, говорит, ты, говорит, для того, чтобы тебе не поставили красную галочку напротив тебя, да, чтобы у тебя, то есть, ну, не сожрали просто, ты киваешь головой, соглашаешься, да, на вербовку. И потом, говорит, к тебе будет цельных три месяца приходить, а я был замначальника отдела по управлению федеральным имуществом, спецстроя России. Ну, понятно, что было, да, для чего, почему ко мне подошли. И в то время мы очень плотно сотрудничали с северокорейцами, которые занимались, ну, стройками. Вот, и для того, чтобы скрывать коррупционный составляющий, там, шпионаж, ну, и вот это вот все, к нам и подходили. Вот, мне генерал сказал, говорит, ты соглашаешься, что я и сделал по его приказу. Говорит, и потом ты три месяца компостируешь им мозги. Приходит к тебе, а ко мне подходил цельный подполковник, у меня куратором был цельный подполковник Негодяев. Это сын бывшего начальника управления КГБ СССР по Хабаровскому краю. Как фамилия? Негодяев. Это не псевдоним творческий? Это, в смысле, это настоящая фамилия? Вы можете посмотреть, там, куда хотите залезть. Это сам Негодяев был начальником управления КГБ СССР по Хабаровскому краю. А его сын, вот у меня подполковник был, да. Ну, у меня там еще был куратор, по-моему, подполковник Мелешки. Ну, и бог с ним. Вот. И они со мной, то есть, как бы, работали. Они приходили ко мне каждый месяц за отчетом. Я говорил, что ничего не происходит. Вы знаете, вот тут, ну, не доверяют мне никакую секретную информацию. Скрываются от меня, ну, и не хотят, то есть, как бы, со мной работать. И, короче, как и говорил мой генерал, он человек опытный, через три с половиной месяца, ну, четвертый месяц от меня отстали. Но в моем личном деле осталась зеленая галочка, а не красная, как отказник. Сейчас такой происходит процесс, что, ну, многих хабаровских активистов и даже членов их семей пытаются завербовать так называемые эшники. То есть, заставить их как-то сотрудничать, доносить на своих товарищей. Что бы вы посоветовали вот тем людям, которые попадают в разработку центра э для последующей вербовки? Я посоветовал бы отказаться. Дело в том, что когда все, что я вам описывал, происходило у меня на службе, да, и связанное с государственной службой, да, там это влияло напрямую на карьерный рост, на допуск, ну, и остальные вещи, да, которые связаны со службой. В данном случае вы не зависящие от них люди, не зависящие. То есть, ну, особенно это касается пенсионеров. Ну, пенсия, они вас не лишают, понимаете? Ну, особенно у нас уже большинство людей, которые активно принимали участие в протестных мероприятиях, да, это люди пенсионного возраста. Которые до сих пор продолжают принимать, точнее. Потому что в момента пика там были разные возрастные. Ну, я имею в виду, да, я не говорю про те масштабные мероприятия, ну, когда были, да, мероприятия. Я говорю про те, которые активные участники последних полутора лет, да, даже двух почти. Но это большинство людей пенсионного возраста. Лишить их пенсии они не смеют. Ну, просто отказываетесь впрямую. Ну, а если все-таки не угрожают возбуждением конкретного уголовного дела, и, ну, есть такой риск? Можно поступать по-хитрому, как нас тоже в свое время там учили. Можно согласиться, да, можно согласиться. Не позорно, можно согласиться. Да, вас могут, вы при этом, то, что вы согласились, делайте так. Для того, чтобы для ваших коллег не стало, ну, коллег, друзей, соратников. Соподвижников. Соподвижников. Стало, не стало секретным. Вы просто скажите, что произошла вербовка, я согласилась. Ну, в узком кругу, чтобы это было озвучено. А для сотрудников, представляете, либо нулевую информацию, либо фейковую. Либо безопасную. Ну, надеюсь, нас не осудят за дискредитацию социальной группы, правоохранительные органы Российской Федерации. Ну, мы, в общем-то, никак не оценивали их деятельность. Мы только предавались воспоминаниям и говорили о фактах. Никаких своих оценок мы не давали. Нет, мы говорили о том, что было, как это было в нулевые, да, как это действует сейчас. Методы, поверьте мне, не поменялись. Единственное, что поменялся интеллектуальный, просто извините, что я отступлю, да, и поменялся интеллектуальный уровень тех людей, которые занимаются вербовкой. Дело в том, что все-таки в те годы, когда первый раз ко мне подходили люди, это были люди еще советской школы, да, там с интеллекта было, ну, и в погонах таких достаточно серьезных, да, ну, там у них с интеллектуальным уровнем было повыше. Я общался с эшниками, которые крайний раз, да, то есть, как бы, вот, ко мне со мной, беседы со мной вели. Они не обладают ни фактологией, они идеологически не заражены. Они, когда я им контраргументы приводил в обратном порядке, вот, я их обвинял в сам попустительстве и сам предлагал уйти в отставку, потому что они допустили нарушения закона, в том числе избиения протестующих, да, вот, то, что они изначально, в начале протестов раздавали масочки, водичку и так далее, обеспечивали перекрытие проезжей части, чтобы не было, то есть, как бы, наезда на граждан. А потом они через две недели это передумали делать, да, говорю, а я им спросил, говорю, а вы когда были правы, тогда или тогда? Тогда, если вы допускали тогда, тогда все должностные лица, которые допустили свободный доступ граждан на мероприятие, защищенный, ну, как бы, Конституцией, да, то есть, как бы, свободный, тогда уйдите в отставку. Или если вы сейчас, тогда сейчас уйдите в отставку, те, которые пришли, да, вы как-нибудь либо крестик снимите, либо трусы оденьте, говорю, ну, вы... Самое главное, что цельные майоры, вот, ну, в смысле, там звание, не лейтенанты ко мне приходили, майоры, они говорят, да, мы совершили ошибку, они сами призывали, мы совершили ошибку, я говорю, а как вы можете подкатывать с агит... ну, с агитацией, хотел бы сказать, с вербовкой, да, если вы сами не уверены в своей правоте? Ну, это странно, правда? Вот, поэтому уровень нынешней правоохранительной системы, которая в том числе и занимается вербовкой, к сожалению, видимо, к нашему счастью, к их сожалению, находится достаточно на очень низком уровне, с точки зрения службиста, если я рассуждать буду, потому что я рассуждаю, как должно было бы быть, но я в душе радуюсь, что так не происходит, что их уровень ниже, что они менее профессиональны, что они менее исполнительны. Почему я этому радуюсь? Да потому что это позволяет вольномыслящим или альтернативно мыслящим людям, да, быть, по крайней мере, вот здесь, ну, на свободе. Спасибо за общение.